Здравствуйте! С вами студенческие новости. Наша творческая команда, как всегда, расскажет вам о самых интересных событиях из культурной жизни Луганщины. С вами Ирина Бартушес и мы начинаем. Вечера мы собирались в Академии, репетировали. Я знаю все их эмоции, их переживания, все-все-все. И я, конечно, очень рад, что у ребят все получилось. Детки откликнулись, откликнулись преподаватели, родители приложили очень много стараний. Всемирный день театра не имеет статуса государственного праздника. Но в этот день аплодисменты поклонников театрального искусства звучали по-особенному. Поздравляя виновников торжества, зрители не переставали восхищаться их талантом. К Международному дню театра Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на обороны представил премьеру «Кавалер Рос» по пьесе Андрея Курейчика. События в спектакле происходят в Австрии во время войны в XVIII веке. Запрет оперного искусства – одна из сюжетных линий. Важна ли культура для общества? Эта тема проходит через всю постановку. К тому же она актуальна и сейчас, в наше время. Министр культуры Оксана Кокоткина во время поздравления работников театра в Луганске с их профессиональным праздником ответила на волнующий всех вопрос. Театр – это жизнь, и я смею вас заверить, что в Луганской народной республике оперу не запретят. Я от всей души хочу поздравить сегодня всех любителей театрального искусства. Я хочу поздравить актеров наших любимых академических театров. Среди актеров и работников театра, которых наградили грамотами Министерства культуры, были студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Ведь они уже стали частью актерской семьи. Я хочу пожелать, чтобы каждый, кто находится в этом святом храме, в театре именно, чтобы он действительно нашел себя, чтобы у него всегда грела мысль о том, что я в театре, значит, это священное место, я здесь нужен. Это подтвердил полный зрительный зал, который оценил премьеру по достоинству. Все профессии важны, все профессии нужны. Помочь старшеклассникам определиться, кем они хотят стать в будущем, решили студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Чтобы помочь будущим абитуриентам с выбором профессии, группа студентов с преподавателем Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского посетили среднюю школу номер 20. Они рассказали о своем вузе, который через несколько дней будет праздновать 13-й день рождения, и о тех выпускниках, чьи имена сегодня известны во всем мире. Познакомились с работой подготовительных курсов, где лучшие преподаватели академии готовят будущих абитуриентов к вступительным экзаменам. Показывали медийные работы студентов кафедры кинотелеискусства, особое внимание уделив выпускам студенческих новостей интернет-телевидения ЛГАКи. Но самым животрепещущим вопросом для выпускников школы оказался вопрос о подготовительных курсах. Ты должен знать, к чему тебе вообще готовиться, к чему вообще хотя бы ориентироваться в том, что вообще тебя могут спрашивать. Я считаю, что подготовительные курсы, но это важно. Если говорить о творческих профессиях, то главное в них – это профессионализм и неординарность. И это действительно так. Примером тому был рассказ о профессии преподавателя кафедры кинотелеискусства Михаила Карповича Полякова, проработавшего более 30 лет диктором на Луганском радио. Это вызвало неподдельный интерес у старшеклассников и еще больше привлекло их внимание к миру масс-медиа. Я считаю, что творческие профессии – это в любом случае будет интересно в будущем, прибыльно. Но меня лично заинтересовало дикторское искусство, искусство режиссера, потому что в будущем это будет перспективно. Конечно, выбрать специальность, которой ты посвятишь всю свою жизнь – задача не из легких. Но хочется верить, что нынешние выпускники знают, чего хотят, и обязательно примут правильное решение в выборе профессии. И придут учиться в нашу любимую академию. Подчеркнуть знания можно из занятий разных форматов. Кто-то предпочитает заниматься в одиночку дома или с репетитором. Но дисциплинирующую познавательную программу целому коллективу абитуриентов дают на подготовительных кушах. И в этом есть свои плюсы. Как это делают в Луганской государственной академии культуры и искусств в сюжете Юлия Сливко. Каждому из нас рано или поздно приходится делать выбор. Кем же я стану в будущем? А ребята, пришедшие в Луганскую государственную академию культуры и искусств имени Матусовского на подготовительные курсы, уже его сделали и не теряют времени даром. Здесь они осваивают азы актерского и вокального, хореографического и операторского мастерства. Учат основы звукорежиссуры и кинотелеискусства. Расширяют свои познания в иностранных языках. Все это для того, чтобы наверняка поступить в ВУЗ, который выбрали. Вот у меня есть группа девочек, которые ходили изначально, с самого первого дня под Курсово. И вот сейчас у них есть очень большие сдвиги. Снимаются зажимы, комплексы, они начинают правильно говорить. Это главное достижение. В течение четырех месяцев, каждое воскресенье, абитуриенты приходят на подготовительные курсы и часами упорно трудятся, познавая все тонкости выбранной специальности. Но если вы не успели к началу обучения, не переживайте. Двери Академии открыты для будущих абитуриентов, и набор на курсы проводится беспрерывно. Кафедра кинотелеискусства, пожалуй, самая разносторонняя в Академии. Ребята не только приобретают необходимые им навыки в будущей специальности, но и с легкостью могут попробовать их на практике. В программе «Студенческие новости» и на интернет-телевидении ЛГАКИ. Будущих студентов учат быть дикторами, ведущими телепрограмм, режиссерами и телеоператорами. Но при этом ребята получают базовые знания практически по всем дисциплинам, так как ведущий должен быть всесторонне развитой личностью. Можно увидеть воочию, как создаются художественные, документальные, телевизионные программы и фильмы, и даже принять в этом участие. Извечаем все принципы кинопроизводства. Ребята просто входят в состояние того, что происходит на студиях, как это делается. Формирование замысла, написание сценария, экспликация, создание команды, расчет бюджета, съемочный процесс. Доводим все полностью, весь цикл до конца. Научилась монтировать, узнала вообще больше о своей профессии, куда я хочу идти. И теперь уверена, что я хочу сюда поступать. Для оттачивания мастерства у абитуриентов есть еще несколько месяцев. А уже в июле начнутся вступительные экзамены. В колледже Луганской государственной академии культуры и искусств начинающие художники встретились с молодым живописцем из Москвы. О чем они говорили и что изображено на его холстах, знает София Шагаевская. В колледже Луганской государственной академии культуры и искусств учебная неделя началась со встречи с интересной личностью. Молодой живописец, который представился Алексеем, приехал из Москвы. Год назад он обратился к жанру агитационного плаката, а сейчас он работает над этюдами. Его наброски на военную тематику украсили актовый зал колледжа. Художник, он не побоялся, он приехал к нам сюда в такое тяжелое время, в такой тяжелый час для людей и действительно показал такую жизнь, которую он видел здесь. Все этюды были нарисованы за короткий срок – 10 дней. Портреты еще совсем свежие, чувствуется запах красок и пороха. На создание одной зарисовки художнику требовалось от полутора до двух часов. Этюды были написаны в полевых условиях, с натуры. Новосветловка и другие населенные пункты – это отображение последствий войны на холсте. Когда рядом с тобой находится буквально разбитая техника, здесь вот корпус, а за тебя башня 15 метров. Тут же эти дети играют. Для студентов такие встречи – это прежде всего близкое знакомство с творческими личностями, которые делятся своим опытом и впечатлениями. Начинающим живописцам было интересно не только содержание работ, но и особенности их написания. Для наших учащихся, для всех нас, пожалуй, это хороший пример того, что на наших глазах, я не побоюсь этого слова, делается история. И художник не остается в стороне от этих событий. Я не ожидала, что можно передать так в глазах то, что здесь происходит. Именно в самих глазах, всего лишь мазки, всего лишь краска и бумага. Но сама идея очень ярко передана. И в сами эмоции я не думала, что можно так отобразить. В скором времени этюды будут доработаны и отправятся в Москву. Увидеть работы желающие могут в течение недели. А пока студенты радуются новым краскам, которые подарил художник. В музыкальном отделении колледжа Алгаки прошел конкурс-фестиваль «Виват Рояль», в котором приняли участие учащиеся музыкальных школ и школ эстетического воспитания Луганщины. Второй конкурс-фестиваль юных пианистов, посвященный 175-летию со дня рождения Петра Чайковского, прошел в колледже Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Ребятами в возрасте от 7 до 16 лет были исполнены произведения великого композитора. Юные исполнители с большим интересом отнеслись к конкурсу и приложили максимум усилий для удачного выступления. В конкурсе приняли участие учащиеся не только луганских городских музыкальных школ и школ искусств, но и районных образовательных учреждений. Дети и их педагоги приехали из Кировска, Червонопартизанска, Молодогвардейска, Краснодона и Равенек. Честь и хвала преподавателям, которые в тяжелейших условиях смогли буквально месяц работы, но смогли представить детей своих к нам на конкурс-фестиваль. Конкурсная программа молодых пианистов была весьма разнообразной. Ребята на свой выбор исполнили по три произведения известных композиторов классиков. Все такое необычное. Просто давно, но я тут не выступала. Ни разу тут в этом зале и не выступала ни разу. Понравилось. Качество исполнения произведений – основной критерий оценивания участников жюри, в состав которого вошли педагоги колледжа культуры и искусств ЛГАКи. Преподаватель по классу фортепиано Александра Данченко отметила значимость мероприятия и высокий уровень подготовки ребят. Все очень хорошо были подготовлены, дети играли с большим удовольствием. Нам очень приятно, что в наше непростое время детки откликнулись, откликнулись преподаватели. Родители приложили очень много старания для того, чтобы детки хорошо были подготовлены. Участники фестиваля показали своим исполнением, что останавливаться в своем музыкальном развитии не собираются. Жюри отметила лучших, дипломами лауреатов и пожелала всем дальнейших творческих успехов. КВН – это всегда праздник, отличное настроение, море шуток и полет фантазии. И главной задачей КВН является умение развлекая, воспитывать. Кому из команд, принявших участие в Кубке Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского это удалось лучше всего, узнаем прямо сейчас. Оптимизм – это залог хорошего настроения. Об этом, как никто другой, знают игроки команд КВН, которые будут бороться за главный приз – Кубок Луганки. Сцена Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского всегда открыта для начинающих талантов. На этот раз ее заполонили представители трех колледжей – музыкального, художественного и культуры, сражаясь с юмористической схваткой. Для каждого участника выступление было очень волнующим, и они как никогда нуждались в поддержке. По вечерам мы собирались в академии, репетировали. Я знаю все их эмоции, их переживания, все-все-все. И я, конечно, очень рад, что у ребят все получилось. Студенты колледжей показывали актерское, вокальное и хореографическое мастерство в своих номерах. Но ведь для участника команды КВН главное – блестящий юмор. И, судя по оценкам жюри, ребята с этой задачей справились на отлично. Самое главное, чтобы был всегда позитив в душе, любовь к тому делу, которым ты занимаешься по жизни. И тогда будет все получаться, я думаю, на сцене. Как бы ни было грустно, но в любом соревновании победитель остается один. И сегодня это сборная колледжа культуры. Но остальные команды не унывают, ведь выступать для благодарного зрителя – это уже большое счастье. А у нас на сегодня все. Увидимся в следующий понедельник. Берегите себя и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин